Итак, всем привет, с вами на тубе Гам. Продолжаем играть за германскую империю в Адербурдер Крик. Австрийская победа. Если вы тут впервые обязательно подписывайтесь, а мы продолжаем. И у нас на повестке дня восстановить Германию. Все-таки исполнить мечту бисмарка, думаю, мы в этой серии этим и займемся. Поехали. Продолжаем бороться со Спартаками. Сейчас осталось тут буквально чуть-чуть. На самом деле, стоило бы просто вот так вот добить сотку. Но уже что поделать. Здесь мы, кстати говоря, держимся уверенно, потому что я так-то подозреваю, что у русских кончается снаряжение. Танков мы уже почти шесть сотен забрали. В принципе, достаточно эффективный размин, я бы сказал. Другой вопрос, что если бы мы только здесь еще и пополнялись, господи, дивизии были бы вообще безумно сильными. А вот получили мои фабрики. Можем получить себе еще инфраструктуру, я был бы не против. Это нам устанет скорость постройки, так что да. Что? Нужно покончить с угрозой Спартака? Сгром Спартаковцев. Революционная измена убирается. Прирост, стабильность, поддержка войны, честность производства. Господи, сколько всяких дебафов у нас все это время было. Теперь их нету. Давайте посмотрим, что тут за события. Они готовились к войне. Как бы, так или иначе, стоит посмотреть. И я бы все еще продолжал, наверное, в стабильность подкачивать, потому что это очень выгодно, как я уже и говорил. Это и производство дополнительное, это и ТНП, это и политка. Стабильность всегда очень круто. Если что, наша инфраструктура выглядит теперь вот так. 400 этап по 100% инфраструктуру. Да, это круто. И да, вот ради такого есть смысл расширять в них плоты. Итак, они готовились к войне. Что это, русскую войну, машину? Что мы получаем? Нас обманули. Мы получаем ничего. Черт возьми. 35 дней делать, получу ничего. Это грустно, грустно. Это многое говорит о нашем обществе, как говорится. Можно было бы еще пойти вот сюда. Здесь есть плюс политка сразу. Здесь вот приятный баф военный. Здесь вот мы можем пойти в этих. Короче говоря, страшных-страшных верунов. Безумных безумцев. Но пожалуй нет. Пожалуй, мы пойдем вот сюда. И давайте-ка сразу возьмемся под это плюс политка. И потом пойдем сюда по политическим фокусам. Сказать, я вспомнил, что у нас вот эти еще есть фокусы. Дипломатические, так сказать. Так что давайте пойдем против старой гвардии. И для этих фокусов дальше нам нужно сформировать Германию. И сейчас мы этим будем заниматься. Поехали. Единственное, я боюсь, что как только мы свои войска вернем, из-за того, что начнем войну с кем-то, терапия это посыпется. Надеюсь, нет. Нас радионсирует Венский договор. Что и поделать. Так, тут очень страшно осуждающее слово написано. Поэтому... Скрывание объединено. Время пришло. Салат на фронт. Руководительный штаб. Рабочный завод. Атаков лозунг победы. Служица мелких тюрингов. Поехали. И в целом мы могли попробовать вот так вот уже и атаковать, на самом деле. Можно не скромничать. Наши дивизии-то солидные. Стас. Можно реально не скромничать. Они очень солидные. Сейчас у меня... Не у меня, а у танков здесь вот закончится организация. И мы сможем просто провести нереальную тузовую атаку. При этом они нас атакуют и ничего нам не делают. А мы продолжаем идти, хоть и не спеша вперед. Опять-таки тут тоже танк теряется с организацией атаки глупой. И мы переходим сами в наступление. О, аннексиконнавера. Камбургская конференция. Ну-ка, ну-ка. Гоннавер можем освободить. Давайте так и сделаем. На всякий случай отправимся в армию. Но, судя по всему, мы получим и без войны эту территорию. Наверное. И там мы достаточно успешно пробиваемся вперед. Что меня не может не радовать. И я успел словить того парня, пока он не получил командующего пехотой. Я бы хотел, чтобы этот парень был все-таки танковым командующим. Вот он, наверное, в наши планы, по крайней мере, ему не входит. Вот она, камбургская конференция. И, ну-ка. И вступки откажется от долгосрочной поддержки Гоннавера. Можем втрунться без ответа со стороны Великобритании. Прекрасно. Ну так и сделаем. Ну-ка, объявить войну. Либо, если у нас достаточно поддержки войны, то мы можем какие-то угрозы покидать. Ну-ка. И если мы нападем на Гоннавер, то есть нажмем эту кнопочку, в принципе, получим пакт с Великобританией, минус производительность. Гоннавер потеряет бафчик от Великобритании. В общем-то, их прокинут. Можем вот это вот нажать. Что это такое? Я не знаю. Давайте попробуем узнать. 69 поддержки войны. Это число у нас в теории может появиться. Я понимаю, что на середине минуты не хватает 50. Но ничего, я просто фокуса пока что не беру. Чтобы побыстрее взять вот это вот. В принципе, окей. Походу, я в теории мог поугрожать. И таким образом закончить войну. Но как бы избежать этой войны, можно сказать. Так вот сбоку очень жесткий. Это как будет. И потеряем какой фокус. Тут ничего недоступно. Потеряем, да, фелькиш. Добавно, что нет возможности просто аннексировать. Но может, там и была просто аннексация, кто знает. Контролируем воздух. Вроде как успешно. Италию можно придавать. Неинтересно нам это. Британия все-таки купила войну. Странно. Давайте тогда делаем на всякий случай вот так. Начинаем мы войну с оккультизмом. Это хорошо. Незаконный оккультизм. Кстати говоря, там агеншин в принципе не может туда пойти. Окей, меня это устроит. Что у нас по нашим адмиралам? У нас не все так хорошо. Еще как. Здесь, конечно, отличный адмирал. Давайте в наши подводные лодки передадим Деницу. В принципе, здесь все обычно, а ничего нового. Отправим их вот сюда на рейд. Посмотрим, сколько в этом будет толку. Наверное, вот таким вот образом. Скорее, можем профинсировать в Южной Аркции, Африке Буров. Это, видимо, восстание. Мне это устроит. Здесь фельдмаршалт встал на позицию. Единственное, что у нас здесь нету, это снабжение. Не очень достаточно. Давайте-ка это исправим. И, в принципе, я пошел. Достаточно успешно. Но все еще не очень хватает танков и достаточно хорошей авиации. Но мы это скоро сделаем. И британцы вообще решили высадиться вот здесь. Это они, мне кажется, ошиблись. Я просто делаю, наверное, вот так и перехватываю все здесь конвои в этой провинции одной. И, кстати говоря, они успели доехать до побережья, но как бы не сильно много от этого толка вышло. Мы сейчас их просто откинем обратно. Снабжения у них здесь все равно, я думаю, нормального не будет. Тем более, что единственный порт, который они заняли, мы сейчас возьмем и выбьем. Так что меня даже это устроит. Мы просто вайпаем Британии войска. В общем-то, я бы сказал, шикарно для нас. Отвратительно для Британии. И вот последние британские дивизии здесь вайпнуты. Ганновер тоже захвачен. В итоге просто гигантские потери у Британии. Просто так, неоправданно, я бы сказал. Еще мы захватили, я так понимаю, Ганноверский флот. Ну что, вот этих вот кораблей у меня до этого не было. Судя по всему, да. Насколько он хороший, это хороший вопрос. Ну, такой и себе. Но при генеральном сражении, в принципе, может пригодиться. Вот это вообще отвратительно, по ощущению. Это древний-древний флот. Но, все-таки. При генеральном сражении с британцами все полезно. Еще я думаю, что есть смысл начать подводную войну против Британии. Давайте так и сделаем. И перебрасываю нашу армию на Саксонию. Оба-на, смотрите-ка. Вторая братская коалиция хочет присоединиться. Греция к нам. Вторая эллинская. Отечественная. Так, это кто из... Вообще-то мы любую берем. Ну да, это удача, ребята. Нас это устроит. В сербии черной руки только грусть немножко. Я не верю, что они смогут выдержать, поэтому я уже не буду им давать линдлез. Если смогут, то молодцы. Еще бурская хунта хочет к нам вступить. Да, принимаем. Хотя я не уверен, что они еще живы. Та есть, так сказать, нюанс. В жизни ее нету. Присываем Италию и Грецию. Италия начинает свое наступление в Африке. И срежем полностью Британию от Средиземного моря. Кстати говоря, не такой, что и большой британский флот. Я начинаю уже агентство делать, так что скоро мы сможем увидеть подробности. И готовить наш план по сражению с ними. Потому что у них флот, в принципе, не маленький. Так, оккультивно теперь вне закона. Пронимаемся теперь в Саксонии. Поехали. Я не вижу возможности грейдить агентство. Их убрали. Странно, но... Попустим. Еще, я думаю, было бы неплохо подстроить немножко синтетики. Потому что вечно мы не сможем... Нормально... Так, в стороне Саксонию. Нормально себя топливом обеспечивать. Мы пока что покупаем. И, в принципе, я вижу, что мы долго сможем покупать у кого-нибудь топлива. Но все же не вечно. Давайте поможем в Саксонии авиации, конечно же. В целом, без проблем проходит операция. Можем сразу подумать туда. Но можно захватить Саксонию. Я думаю, мы за эти 10 дней... И... Как раз закончим. Да, фокус даже не успел сперкапа пойти. У нас есть тут выбор, кого брать конструктором. И... Какая разница. То есть мы захватываем Саксонскую. Там... Более ноль бафов. Как будто бы и не захватывали. Тогда давайте Хеншель оставим. Вдруг на курочку. Думаю, потеряем Саксонию эту. Как будто Хеншель. Почему я это делаю? Потому что я уже супер близок к тому, чтобы начать строить танки. Преследуем вот эти вот танки с 40-го года средние. Броню и двигатели. И будем уже конструировать. Конечно же, нам еще и средние пушки вот отсюда тоже пригодятся. Пенский орбитаж. Смотрите-ка. Креца получила часть своего бывшего государства. Прекрасно для нас. Если... Подождите, это не та Греция. Не так-то приятно, но... В общем-то мы будем бороться за помощь нашим грекам. А то, блин, ехал грек через реку, а там, блин, австрийц. В рейвике. Неожиданно. Итальянцы, кстати говоря, на удивление достаточно компетентно. Они смогли высадку сделать. У них флот более того, как бы, ну... Нет, слабый он такой. Ну, пойдет, я бы сказал. Блин, без грейда филиала, конечно, очень грустно. И у нас готов план Бисмарка. Давайте-ка займемся... О, большая европейская. Это круто. Тут очень много бафов. Я бы, наверное, это и хотел сделать самым-самым первым. Тут, конечно, национализация, это круто. Но, кажется, ТНП все-таки чуть-чуть интереснее, что ли. Наверное, с нашей промышленностью. И заодно сделаем стальный пакт, как мы с Россией. И вот у нас северо-германская конфедерация. О, отлично. Боже мой. Мы так национализировали кучу всего, походу. Но миссию нам нужно сформировать германию для этой. Это пока что мне хватает военно-заводов, очевидно. Пока что мы еще к этому не готовы. Но мы все время могли бы себе взять вот этот баф. Я думаю, мы его возьмем, может, попозже, когда мы будем боевать с какой-нибудь Австрией. Потихоньку начинаем производить авиацию. Конечно, пока что не супер, так сказать, хорошую. Пока что чисто ради эффективности. Но как мы делаем пулеметы? И, наверное... Ну да, с пулеметами можно уже что-то делать. Я еще возьму этот вот бафчик. Возьму себе следующий корпус. К нему возьму двигатели. И сделаем себе отличный самолет. У нас, кстати говоря, и верфей немало. 15 штук. Это солидное число. Мы неплохо так подстроимся. Это приятно. И да, Сербия в итоге пошла в австрийское усвервление. Грустно, но что поделать. А вот мы и договариваемся с Россией. Отлично европейский национализм. Поехали. Очень-очень сильный баф. Который дается, кстати говоря, всем странам в нашем альянсе. Что, несомненно, очень круто. Ну и нечто вот такое будет нашим танком. По крайней мере, пока что нужно только чуть-чуть опыта докопить. Еще Македония. Смотрите-ка. Тоже отошла. Может, возьми грекам. Не тем грекам. Явно что-то тут нечистое, как говорится. Я думаю, есть смысл взять себе парня на опыт армии. А, ну здесь есть у нас скорость 9 плюс 10. Для всех, что у нас тут есть, это лучше. Но. Но, но, но. Можно взять советника на атаку. В принципе, это было бы еще интереснее. То есть посортируем вот так вот. Найдем того, кто не является никаким советником. Таких тут минимум. Но все-таки есть. Сделать, наверное, мод лифельмаршалом. Тогда, в принципе. Да, давайте так и сделаем. Пользуйся фельмаршалом. Блин, единственный минус, что он будет всегда первого левела. Потому что мы вряд ли будем удавать роль. А, давайте возьмем скорость. Конечно, не идеальный билд. Но. Но мы уже будем фармить опыт. Индия хочет нам дать добровольцев. Давайте. И Франция объединяет войну Нидерландом. Черт, они очень жестко увеличивают свою сферу влияния. Нам нужно не отставать за ними. Нам бы, что, заняться вот этими фокусами побыстрее. Так, с черной рукой. Мы же не сможем подружиться. Можем с Швецией в теории подружиться. Тут еще кого-то к себе позвать. Но я, знаете, что бы сделал? Я бы пошел сразу вот сюда. Наверное, против Австрии бы начинал войну. Если у меня тут нет ничего полезней. Можем. Блин, мы могли, видимо, Бельгию украсть впервые. Но точно уже не можем. И, черт возьми, давайте все-таки займем сначала Франции. Австрию ставим на после Франции. Так что пойдем вот сюда. Наследие Тильзита. Будем готовиться воевать с ними. Кстати говоря, поют не только с нами, а еще с неплохим количеством стран. Он нам достаточно выгодный, я бы сказал. Ну-ка, давайте-ка. Процентская война в Вестфале. Поехали. Он дается плюс 10 прорыва. Звучит круто. Особенно учитывая на фоне того, что мы сейчас начнем строить себе уже танки. И смотрите, как только начнется операция тела, мы обеем войну в Бельгии. По легендарным планам. Но тут Нидерланды тоже недалеко. И мы могли бы их раньше придушить, но уже не можем. Давайте-ка наши армии все на сапад сюда, вот к Франции. Стоит солидная война такая. И британцы, наверное, высадились, пока я тут переназначил, но все-таки их высадки это только их потери. И я могу сделать это вот только после Силезии или войны. А-а-а. Я понял. Все-таки мы должны повторить историю и сначала разобраться с Австро-Венгрией. Логично. Хотел бы сказать, если бы это было логично. Нет, это не логично. Но допустим. Окей. Окей. Тогда идем сюда. Заметьте, что территории становятся национальными. Вот эти вот. А значит, как раз-таки сюда, как я и говорил, вот этот баф нам очень пригодится. Вот улучшены средние танки. Тоже мы их продолжаем строить. Стоит начать, наверное, с моторизованных дивизий. Их уже доделать в танковые. Я бы, наверное, сделал так. Как разговаривать, здесь еще и нельзя. Пехотное снаряжение. Зачем, подождите, почему нельзя из резерва? Пехотку сделать. У нас куча пехотки в резерве. Это странно и грустно. Оба-на, Португалия. Власть на Гор 1928 года. Уф. Французы-то становятся прям плотнее и плотнее. Ну-ка, вперед, атака и прорыв, и бонус атаки, либо защита. А-а-а. Не, мне вот это интереснее, честно говоря. Тут бафы покруче будут. А, и мы можем, кстати говоря, пойти в всеобщую мобилизацию. Не вижу причин этого не делать. Ну да. Я бы еще немножко фабриками подостроился. Потому что у нас сейчас будет просто безумная экономика. Выстки в Италию. Они вроде с ними успешно справляются. Зеверя, французы напали. Что? А? Вы не воюете с ними? Что-то за выстка была. Я и с британцами французы. В принципе, они с кем не воюют. Это была очень странная выстка. Россия там начинает войну с османами. И я думаю, она будет успешна. Да, блоки супер большие. Нам нужно срочно расширяться. Срочно возвращаться в территорию. И делать Германию снова великой. Так, оно есть. Ну-ка, решение по ослаблению армии Австрии. Душит. Приятно. Дальше. Восстание предприятия. Можем, смотрите-ка. Левские ресурсы у Баварии покрасть. Это мне нравится. Немецкие советники Франции? Господи, тут тоже солидные бафы, я вам скажу. Да, очень неплохие. Но мы должны быть сильнее, очевидно. И мы строим радар. Прямо вышли полностью на домашнее обеспечение резиной. Ну и в какой-то степени топлива. Кстати говоря, очередная выстка. Давайте какие займемся. Я, в принципе, не против того, что британцы периодически высаживаются. Они теряют очень много здесь своих ресурсов каких-то. Людских в основном, конечно же. Мы можем делать вот так. Время, как наши войска делают вот так. И, в принципе, здесь разбираются полностью с британцами. А тут еще, смотрите, франко-испанский союз. Господи, они тут реально очень большие все. Это мне радует. Может быть, боты смогут оказать нам какое-то сопротивление? Вот и узнаем. Поселезия или война? Поехали. Я, в принципе, уже готов. Придется, мы тут добьем. И войска сразу вернутся на фронт. Стальная война. Прираспад в Бершкарин плюс 0,5. Что это такое? А, про австрийцев, фентир, вообще-то, да? Вперед, товарищи. Заканчиваем обучение от этих войск. Также моторизацию ставим. В принципе, все моторизацию ставим. И мы готовы к войне. Скорее всего, сразу после фокса война и начнется. Так что, ребят, с вами был Дабгай. Обязательно подписывайтесь, если я еще вдруг не подписан. Лайк, комментарий, твизискорд. И в следующей серии мы вернем справедливость. Накажем Австрию за то, что они посмели нас победить. Какой ужас. Пока.